всем привет меня зовут женя гейн добро пожаловать на мой youtube канал и сегодня мы поднимаем очень актуальную на данный момент тему тему про работу сша на сегодняшний день в америку прилетают по статистике вот более полутора миллионов иммигрантов и каждый из них ищет работу поэтому мы вместе с моей самой близкой подругой юлия который лучше всего разбирается в этом вопросе решили ответить на многие вопросы которые вы мне задавали задавали юлии вообще которые сейчас очень актуальны так как очень много людей которые уже сейчас находятся здесь в америке или которые собираются прилететь сейчас сюда в штаты мы вам расскажем какие самые актуальные профессии на данный момент в америке какой бизнес можно открыть здесь и самое главное сколько же здесь можно заработать еще раз еще раз встретились это у нас уже второе за последние две недели интервью это очень немного представлю мою подругу юлю ну хотя я знаю уже что вы ее все знаете юля у нас живет в америке 18 лет и сейчас у нее своя собственная компания юля ипотечный брокер мы сейчас находимся в прекрасном городе который называется санкт-петербург мы здесь и живем проживаем неподалеку и выбрали эту локацию сейчас здесь не жарко у нас во флориде зимой температура комфортно и более-менее вот готовьтесь если вы собрались приезжать к нам сюда во флориду ту летом очень жарко очень но мы справляемся до привыкаешь ко всему привыкаешься говорят же так и и к этому тоже да ну в общем можем пока вот дальше как мы наверное будем идти разговаривать давай прогуляемся и как раз поболтали матвея отвечу на вопросы которые у тебя есть а по поводу лучших профессий худших и вообще такие вопросы все с тобой обсудим обсудим да на самом деле это вот действительно очень актуальный вопрос многие сейчас уже прилетели сюда кто-то во флориду кто-то другие штаты также ты принципе будешь отвечать на вопросы по всей америке да не только про флориду это будет касаться и калифорнии там и нью-йорк и другие америке в общем в америке да в общем такой вопрос давай начнем такого знаешь как бы самых таких вот новичков кто не имеет документов кого нет и английского языка потому что таких очень много здесь на данный момент людей что им делать скажи вот они приехали сюда кто-то с детьми кто-то без у них нет документов английского языка вы с чего начать очень актуальный вопрос у меня тоже часто спрашивают вопрос какие самые лучшие востребованные популярные работы сейчас все зависит от того насколько подготовленные сюда приехали да ну в твоем вопросе прозвучало что люди приехали не подготовлены что в принципе часто случается особенно в последнее время люди приезжают не английского не особо документов пока нету ну деньги зарабатывать на америка вообще страна возможностей и большой плюс америке то что тут можно заработать деньги сразу когда ты приезжаешь хотя бы чтобы хватало на какие-то базовые потребности какие самые самые распространенные сейчас такие работы где вы можете сразу приехать и начать зарабатывать это uber вы приезжаете у всех есть телефон загружаете приложение и доставляете или людей или еду и у вас уже сразу идет какой-то доход если немножко знаете по-английски можете говорить то доставляете людей если вообще по-английски не говорите но можно доставлять еду и уже зарабатывать у меня знакомые зарабатывают uber и если каждый день работает а где-то примерно в среднем 200 250 долларов в день и это вас в среднем по сша если вы в калифорнии или в нью-йорке там совершенно другие заработки то же самое совершенно другие затраты поэтому 200 250 долларов может зарабатывать если вы посчитаете 200 долларов в день допустим пять дней в неделю вы работаете 1000 долларов в неделю 4000 в месяц ну это хватит как бы на прожиточный минимум да еще хотела добавить я вот не помню конкретно нужен нужен ли social security при регистрации в uber и по-моему нужен social security но многие люди сейчас покупают чужие аккаунты без social security получается кто-то свой uber аккаунт продает им за какие-то деньги и люди покупать ну вот я вам слышала многое что нельзя так делать потому что нельзя здесь работать нелегально если когда-то потом всплывет что вы купили даже аккаунт в умере чей-то вам могут не дать вид на жительство многим даже отказывать в политическом убежище потому что якобы они обманули государство таким образом да да это очень опасное дело и тем более что сейчас легко получить этот номер социального обеспечения вы что америка хочет чтобы выплатили налоги дома дома что это займет один-два месяца но вы его получите и уже все правильно сделаете и вот умер это одна из таких профессий до которые вы можете сразу получать деньги другая это вот если допустим для девчат кто может поставить объявление может работать бэйбиситтером очень многим это профессия нянечкой нужно потому что особенно тут дошкольные дошкольные детские сады они очень мало развитые в отношении что они дорогие поэтому очень многие люди ищут бэйбиситтеров там конечно много не заработаешь ну хотя бы что-то есть и какой-то доход вы можете зарабатывать хотя не знаю много не много у меня подружка платит бэйбиситтеру который постоянно с ними она даже сняла для нее отдельное жилье а то смотря в какую семью вы попадаете если богатую семью вам и там и жилье снимут и путешествовать вы будете вместе с ними и зарплата у вас будет хорошие машину даже вам дадут да все зависит от того какой нашли семью за кем ухаживать за какими детьми другая профессия тоже которую очень легко получить ее нехваткой в принципе можно больше даже зарабатывать чем нянечка это клинеры уборщики домов эта профессия вообще не уходит никуда и она всегда будет потому что людям нужны уборщики американцы не любят убираться более или менее средний класс и выше они стараются нанять уборщиков чтобы вот просто приходили там каждую неделю у них убирали и сколько в этом отношении можно заработать конечно все зависит от того как много вы можете убирать и какие дома вы убирать ну вот пример приведу наши уборщицы мы так подсчитывали сколько она примерно хотя бы зарабатывая да вот для хотя бы для цели этого видео смотри мы платим 250 долларов за уборку ну да и она да она там три часа у нас убирает очень очень хорошо это как бы 200 долларов это можно было и дешевле найти но она хорошо убирать и мы рады заплатить 250 долларов в принципе она может два дома убрать за день легко да и в день потенциально может заработать 500 долларов вот и возьми 500 долларов умножить на 5 если 5 дней в неделю получается 2 500 умножить на 4 недели это получается 10000 в месяц конечно есть какие-то затраты может она там пять дней в неделю не будет работать в принципе это нормальный доход который может обеспечить семью даже на очень хороший доход и уборщики никакого образования нужно английский особо не нужно говорить она кстати не говорит по-английски особо и сразу можно приехать и зарабатывать деньги и еще я хотела такую добавить маленькую профессию есть помощники в ресторанах вот если вы вообще язык не знаете и вас нет документов то тоже могут взять вас на работу помогать убирать в ресторанах то есть либо когда клиент закончил вы убираете за ним посуду либо вы воду подливаете постоянно ходите либо там еще что-то делайте на кухне тоже такой мини заработок еще тоже слышала есть такой заработка это помощь нашим настройках людям то есть тоже документ особо не требуется но вот вас туда там устраиваться даже пылесосит под ламинатом там какая-то пыль образовывается кто-то ходит просто пылесос это тоже платит за эти деньги вот еще какие ему мини такие профессии которые легко можно получить опять же если у вас есть телефон вы можете зарегистрироваться на любых подработках такие как dog sitter dog walker то есть вы регистрируетесь где-то твоим вы рядом в радиусе показываете вы можете кому-то собак кошек выгуливать моего супруга дочка она так подрабатывала она пошла выгуляла я там заплатили 20 там 30 долларов заработали ну хотя бы немножечко но все равно это все добавляется и и заработок идет и двигается да но другая работа которая в тоже в принципе вы можете сразу зарабатывать и она сейчас самая распространенная у людей которые проезжают приезжают через наше пространство украина россия но от всех других стран это трак драйвер да конечно занимает немножко времени чтобы получить права дальнобойщик да но зато обеспеченный хороший доход вы садитесь за трак едете и там уже все зависит от того как много вы можете проехать как тяжело вы можете работать потому что работа в принципе очень тяжелая но в то же самое время вы можете в первый даже год уже заработает там 60 тысяч и больше а если на второй год я смотрю у меня очень много людей которыми я встречаюсь которые обращаются за ипотеками я вижу доходы это можно заработать и 100 и 200 и 300 тысяч дохода вот именно в этой профессии на последнее время немножечко спад произошел в этой индустрии вообще везде вот слышала статистику да да уже такого бума нету как два года назад когда вообще просто вот искали дальнобойщиков или готовы были платить прям сотни 200 тысяч долларов и тяжело было найти американцы не хотят работать они ленивые вот это кстати для наших это огромный плюс да и и по моему все дальнобойщики которые в сша они все иностранцы потому что работа тяжелая она платит нормальные деньги американцы они не хотят работать на вот именно это работе дальнобойщика но самые крутые дальнобойщики самые богатые это те у кого собственный трак но вам нужно примерно 200 тысяч долларов чтобы купить себе новую вот эту машину грузовую но тогда вы будете зарабатывать очень большие деньги это действительно правда если вы сделаете такую вот инвестицию в начале вам будет намного больше доход я думаю что девочки многие люди могут обратиться к тебе если есть вопросы как ты же была и еще и остаешься финансовым консультантом на данный момент ну да да я вот именно больше помогаю людям когда им нужна помощь получение ипотеки чтобы они хотя бы знали какой доход на ужин на ту ипотеку которую они хотят получить хочется еще добавить такого женского девчачьего вот если девочки вы собираетесь сюда приехать вот здесь конечно требуется бьюти мастера здесь это болезнь просто нету в америке нормальных бьюти мастеров это вот мы уже столько наплакались волосы испортили ногти испортили сожгли нам лазерами всю кожу как бы нормально сделать нет нет такого сервиса как наших странах это печально потихоньку сейчас мы очень радуемся что девчонки приезжают и начинают делать ногти классно волосы красить вот недавно покрасилась массажи здесь нужны и вот многие ищут массажистов на дому чтобы вы приезжали на дому делали массаж потому что американцы и любят время свое они не хотят тратить время ходить по массажным салонам как наши да там по два по три часа в спа мужчины особенно любят чтоб к ним приехали час массаж сделали все и уехали то есть как бы еще надо вот например даже мы ищем массажистов и можем найти волосы наращивания окрашивания ногти сказала депиляции айлаш из ресницы косметологов как здесь не хватает кто делает инъекции но опять же вам нужны лицензии вы должны на все обучиться хотя есть девочки которые работают по принципу сарафанное радио там делают на дому и там по девчонка девчонки там советуют рекомендуют ее и они там как бы вот так вот без нелегально можно сказать работать но это опасно если вы кому-то занозите как можно сказать какой-то девочки не понравитесь вас быстро тут сдадут да в этом конечно нужно быть осторожнее но если такое базовое ногти красить это можно работать в салоне прийти в салон устроиться уже под их лицензию да да это уже если инъекции делать там уже конечно нужно просто быть лицензия и под лицензии работать уже к этому намного серьезнее тут относятся в сша еще какие у нас профессии востребованы ну смотри если смотреть таких вот рабочих до профессии которые вот наши в принципе мужчины практически все могут а тут сша наоборот они не могут это все рукастые профессии все что касается плотника сантехника а человек который ложит плитку ламинат все что по дому кто какие-то ремонт и делает электрика все вот эти профессии они в принципе востребовательны да они не платят миллионы но вы скорее всего если там электрик вы можете получать от пятидесяти тысяч и выше среднем да опять же не берем калифорнию нью-йорк но все равно вы сразу можете зарабатывать деньги и в принципе это достаточно легко такую профессию работу получить потому что на нехватка особенно вот чернорабочие американцы они любят нанять кого-то они даже не хотят париться вот это думать как же тут сэкономить чтобы что-то самому починить не лучше пойдут в офис поработать и заплатят лучше заплатить еще я тоже где-то читала что очень востребованных про востребованные электрики на вышках вот этих высоковольтных 5g интернет то есть никто не хочет залазить на высоту они боятся тут наши американцы все а наши ребята кто приезжают они только за профессия востребованные но опасные хочу предупредить сразу потому что вот эти все вышки 5g они от них много болячек потом и мужиков но кто-то на это идет и мне важно что там будет со здоровьем главное деньги и побыстрее и поэтому иду даже без документов принимают но вот эти все 5g вот эти вышки не знаю как это точно называется но я думаю меня поняли кто понял да но если вы далеко ходить не нужно возьмем пример моего папы который переехал четыре года назад там он работал электриком сюда приехал у него в принципе английского не было ну чуть чуть там научился хэллоу хэллоу говорить и мы его нашли работу помощника электрика ну ему не платят конечно там огромные деньги где-то ему 40 тысяч в год наверное платят он с понедельника по пятницу с 8 до 5 такой нормированный рабочий день и работает ходит чуть-чуть по-английски говорит ну в принципе сразу через год он уже начал тут работать вот уже три года работает как помощник электрика да а еще юля можешь подсказать как если тут веб-сайты сайты где можно искать работу да и где вообще ее искать ну смотри все зависит от того насколько специализированную работу вы ищете да если специализированную просто идете в google да есть разные веб-сайты job.com и indeed.com или просто в google вводите jobs и там выходит очень много разных веб-сайтов где вы можете посмотреть какие вакансии сейчас а если человек приехал не знает английского нет особой профессии нужно что-то вот найти вот из того что мы с тобой обсудили вы идете на фейсбук вот я рекомендую находите до группу именно вот этой локации где вы находитесь допустим в этом станке russian speaking in the русский там много всяких групп выводите заходите пишите еще работу могу сделать то 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 приехал так и так и все его и так вот люди находят работа и там еще много объявлений в этих наших группах есть там разные ищем такого-то специалиста ищем няню ищем электрика и хотят именно наших тоже русскоязычных и facebook и connection тоже очень важно находить каких-то друзей прям в этом районе где вы останавливаетесь жить там же в том же в фейсбуке очень часто организовывают встречи разных там новичков кто приезжает да тоже обязательно нужно ходить со всеми знакомиться это прям правило золотое за счет этого ну 50 процентов вы вас куда-то кто-то трудоустроит из-за друзей ну а теперь скажи юлечка какие самые востребованные профессии в сша и самые высокооплачиваемые давай скажем пойдем уже на самые-самые независимо вы иностранец или американец есть топ-3 профессии которые считаются вот самые востребованные и сейчас больше чем 100 тысяч вакансий на эти работы стоят и не могут их наполнить потому что недостаточно кадров людей первое это все что касается индустрии технологии то есть все что компьютерами это большая востребовательность на компьютере веб-девелопер веб-дизайнер архитект инженер все что касается постройки роботик сейчас очень популярная тема искусственный интеллект очень сильно разрабатывает это же большая нехватка людей платят огромные деньги то есть вы сразу можете зарабатывать 100 тысяч и выше да вам нужно знать английский ну не прям что там такое профессиональный профессор английский но все равно нужно знать и это такая профессия что вы ее можете в принципе получить в своей стране ну естественно это время нужно и очень популярно сейчас получать сертификаты разные когда вас нанимают на работу у вас уже смотрят какие у вас самые свежие сертификаты потому что индустрии технологии она так быстро развивается если вы ходили там университет 10 лет назад это уже не имеет значения потому что это все устаревшие а вот именно какие вы сейчас получили знания сертификаты и вы их можете получать в любой части света онлайн онлайн да и можете уже сюда приехать подготовленными сертификатами если вы получили там какое-то не то что образование а еще и опыт практику это вообще супер я столько людей встречала которые переезжают там работали в компьютер индустрию сюда сразу приехали устроились сразу получают хороший доход это 100 тысяч и выше и опять же не говорю о калифорнии или нью-йорк и там уже может легко даже 300 тысяч заработок на такие работы и они нормально работают обеспечивают 7 и уже через несколько месяцев могут получить ипотеку и купить дом сша да вот это самая такая на мой взгляд я эту профессию больше всего рекомендую еще плюс не то что она стабильная хорошо вы можете зарабатывать но вы можете в принципе на многих профессиях на многих работах работа дистанционно что сейчас тоже очень такое приятная и желаемая работа им если нужно переехать работа переезжает с ван тоже очень очень классно а еще тут могут вас обучить даже вот айти технологиям даже какие-то как они на кодировщики называются там программы что-то там чистят вы проверяете на наличие ошибок там что я старый до старым буквально шесть месяцев обучения и вас сразу трудоустраивают на работу вот я как бы знаю мне пару знакомых и нашли здесь работу да ну конечно многие скажут но компьютерной индустрии это вообще не для меня я не хочу сидеть перед компьютером вот эта скукотища все понятно не для всех правда же не для всех эта профессия но это это просто я вам говорю что она очень стабильная востребованная вас очень интересно ну а какая же вторая здесь очень востребованная работа на втором месте считается вообще все что касается медицинской сферы особенно медсестры и большая нехватка более чем 100 тысяч рабочих мест сейчас стоит которые они не могут заполнить американцы видимо очень много болеют ходят в госпиталя в больницы и в этом отношении просто большая нехватка да конечно на эту профессию нужно учиться я знаю кто приехал там работал медсестры мы переучились тут и работают тут в основном это если идти в какой-то колледж университет это три года нужно на эту профессию учиться есть ускоренные программы 18 месяцев там уже быстрее но не дороже да они ну зависимости опять какой же программы идете в какую где какой получаете профиль именно какой именно колледж но в этом отношении вы как только получили вы сразу получаете работу потому что их очень много и в среднем не заработать 112 тысяч в год тоже очень хорошая зарплата да конечно это тяжелая работа не для все они устают жутко очень устают да то есть там должна такая хорошая быть закалка но это есть и это считается самое востребованное ну и на третьем месте я поставила вот по моим исследованиям это бейта и налой то есть человек который анализирует данные потому что сейчас столько компьютеризации в отношении что компьютеры должны писать все разные алгоритмы предсказывает наше поведение что мы будем делать мы поговорили телефон прослушал и там уже рекламы нам предлагает определенные действия вот этот человек он анализирует все эти данные чтобы предоставить большим компаниям что вообще нужно сейчас человечеству но если вот брать человечество или там допустим машины разработки делают то тоже там собирают данные тоже не для всех профессию но сейчас очень актуально и востребованная это же зарплата от 100 тысяч и выше в год класс очень полезно еще хочу добавить таких несколько приложений которые популярны как убер и убер такси лифт есть еще одно приложение где ты пишешь что что ты можешь делать и свои умения и навыки и клиент тоже вас находит но она платная тоже не помню как называется но если мы найдем мы вообще все вот названия выпишем вам под видео в описании который вспомним оставим и еще хотела чтобы юля рассказала очень интересный такой момент про наш менталитет насколько мы и другие люди и как мы отличаемся от американцев если американский работодатель берет вас на интервью приглашать и наши люди с нашим менталитетом приходят и разговаривают абсолютно как сказать не улыбаются не говорят особо ничего такие сдержанные скованные вот так вот здравствуйте да нет и все вот как быть расскажи да вот это вот очень актуальный такой тонкий вопрос потому что они все хотят это в принципе слышать и меняться когда они сюда приезжают но это нужно сделать и чем быстрее человек это сделает тем быстрее он вольется ну вообще в эту культуру и поток американской жизни потому что ну тут менталитет принципе другой он классный но он другой и вот чем наши отличаются люди это это ничего плохого в этом нет все-таки были я себя помню точно такую же была но в мое время не было вообще блогеров вот таких которые делились полезными советами не было ютюба и интернет особо был вообще не раз и поэтому я училась на своих ошибках и когда вот сюда приезжают наши люди опять же включая вот меня мы такие серьезные не улыбаемся вообще не улыбаемся идем на интервью hello и все мы так вот стоим и и не знаем что сказать нам нужно быть серьезные и у нас вообще не принято иметь такой легкий простой разговор как они тут говорят в мире окс мол ток тюарма то есть подогреться прежде чем ты причем не о чем вообще не о чем и нужно к этому привыкнуть меня до сих пор поражает как вот встречаются американцы любого человека встреча даже по телефону там звони надо быстро там узнать заказали там свидетельство в имуществе да 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 но не хау и дуэнг нужно спросить как дела как твои как твоя дочка твой муж а вы там путешествие были я помню там смотрю твой инстаграм как съездили ты такая у меня нет времени с тобой разговаривать но они прям хотят на общение без этого никак больше без этого ты считаешь что что ты грубиян да это самое главное когда ты идешь на интервью может там по-английски сильно классно не говорить но если ты приветливый приятно было познакомиться с вами я looking forward to hear back from you то есть я вообще не дождусь когда ты мне ответишь так рад тебя был видеть познакомиться да хотя может быть это звучит так как-то не искренне фальшиво и ну это приятно ребят поверьте это приятно ну такой менталитет да может быть там есть немножечко какой-то неискренности но с другой стороны на мой взгляд американцы более такие простые люди и как-то более немножко искренне да может быть может быть да им не особо не интересно как у тебя дела но они спрашивают и поддерживают этот разговор прежде чем они перейдут обсуждать в дело поэтому очень важно улыбаться и даже не только когда вы идете на интервью а в любое место вы американцев встречаете улыбайтесь я знаю что некоторые штаты типа нью-йорка там особо так они сильно не улыбаются да но если там других штатах особенно флорида или любой южный штат улыбать просто хотите там влиться в культуру встретить людей чтобы вы понравились людям чтобы вас приглашали на вечеринки улыбайтесь но еще хотела добавить что вот на интервью обязательно нужно приходить одетым хорошо и прилично и прилежно несмотря куда если вы девушка вы идете на такую более легкую работу где вам нужно быть прийти барменом там например или еще одевайтесь при максимально красиво и ухоженно можно даже чуть-чуть секси будут брать то что они вот таких и ищут да принципе на любую здесь прям хотя чтобы красиво пришли на интервью ну в принципе и везде да если на более такой специализированную работу то консервативно нужно одеваться джачок рубашечку самое главное это улыбаться ну и такой вот наболевший вопрос как про английский я конечно могу тоже поделиться своим немножко я его до сих пор учу в процессе ну вот как быть новичкам кто только приехал английского вообще не знают что делать учить английский потому что он нужен очень сильно в америке чем лучше вы знаете английский тем проще и легче ваш жизнь вы в америке поэтому по возможности учить его еще там где вы находитесь если вот вам надо прям срочно их по америку открывайте приложение учите по дороге в америке приехали в америку а очень много есть всяких курсов куда вы можете пойти в каждый город предлагает бесплатный курс как второй язык я мне сказала что они очень сильно помогают но если есть прям свободное время пойдите поучите там вам чему-то научат но вообще если хотите быстро выучить английский практика самое важное вот просто идите разговариваете как можете даже можете три слова сказать практикуйте эти три слова многие скажут ой у меня ни с кем я буду разговаривать я тебя приехал в свою семью муж по-русски говорит и все выходите на улицу встречайте людей американцы приветливые люди у меня мама она выходит там к ней люди подходят какие-то там бабульки так не говорить она там тоже с ними пытается говорить ну хотя первые два года она очень стеснялась и вообще просто вот не могла с ними разговаривать потому что такой менталитет что думаешь зачем людей напрягать они не хотят как бы понимать и мои там три слова но с другой стороны американцы и они настолько приветливые что-то и они хотят помочь они слышишь человек пытается и они будут с тобой пытаться тоже говорить поговорить и что-то узнать и и вот вам и практика и такой момент и даже американцы остановишь на улицам excuse me он никогда не будет от тебя шарахаться типа боже что она хочет как у нас в стране даже иногда некоторые идут даже не хотят останавливаться а тут они сразу сразу останавливается сразу смотрят тебе в глаза и улыбаются типа давай я тебе хочу помочь прям сейчас это на самом деле так и есть американцы очень очень молодцы за но особенно принимая во внимание то что в америке очень много людей с других стран по статистике каждый четвертый человек он переехал с другой страны то есть везде иностранцы американцы привыкли к этому и они не смотрят на это привзято наоборот вот мне говорили некоторые американцы что когда они слышат человека разговаривать с акцентом они уже сразу понимают окей-то умный человек потому что он как минимум еще на одном языке говорит и как бы это ценится даже иногда бывает пойдешь к врачу у нас индии да вот индусский акцент на самом деле тяжело понимаю да и у вас сидишь ну блин ничего не понимаешь что он говорит но все равно пытаешься понять потому что человек умный самое главное это знание и умение и и все равно сидишь и понимаешь независимо он говорит с акцентом или не с акцентом тут они воспринимают это нормально абсолютно нормально ты вливаешься здесь в контингент и вот я хочу тоже посоветовать если вы одинокая девушка кто сюда приехал если ваша цель не найти мужчину с нашей страны а найти например американцы или европейцы здесь то прям задайтесь целью окружать сюда американцами или европейцами и не ходите по всем вот этим нашим русским группам новый год елочка и все возможным масленица и каждый день в фейсбуке и на мафию ночью встречаться пол потому что постоянно русский язык вы не так его и не выучить английский поэтому максимально окружайте себя американцами американским общением ходите на какие-то вечеринки где есть американцы максимально себя окружать если вы семья это же у вас цель вы учите английский тоже максимально ограждайтесь от всех русскоязычных кто здесь в нашей стране но нужен баланс не нужно конечно там прям не общаться с нашими мы все общаемся но нужен баланс но акцент делать и все-таки больше на американцев чтобы у вас был носитель языка который вам постоянно исправляет вас говорить вам и вы можете при даже сказать про то что исправляй меня пожалуйста и они с удовольствием дарут вас исправлять американцы правильно или неправильно вы сказали смотрите фильмы на английском языке с субтитрами обязательно нет лик сейчас amazon prime здесь все каналы на английском перестаньте смотреть все наши фильмы которые на русском языке слушайте музыку и учите музыку наизусть слова американские песни прям находите слова учите их и пойте вместе с певцом идеально выучите быстрее намного английский да вот за кино что ты добавила за фильмы это конечно супер хорошая заметка что я помню когда я приехала я включила все русскоговорящие фильмы я только смотрела на английском фильмы машину сажусь никакой музыки какую-нибудь книгу включая и слушаю пусть она быть самая простая базовая книга но чтобы ухо просто все время настраивалась и привыкала к это английской речи и первое время вы тяжело вы будете думать блин ну ничего не понимаю ни одного слова что вообще говорит потому что все кажется все сливается не отчаивайтесь за временем вот просто слушайте слушайте со временем она уже как-то автоматически у вас будет настраиваться что окея я могу некоторые слова различить некоторые даже могу понять и так оно все пойдет по накатанной получится вот я тебя привожу кстати очень часто в пример потому что ты когда приехала ты не стеснялась ты вот просто говорила что могла я говорю для пола я даже могла помню анекдоты рассказывать переводить их с нашего на английский вообще вот просто я потому что тебя знаю с первого дня практически когда ты приезжала да не знаю английского и ты не стеснялась ляпала говорила все что могла и буквально через два года я тебя уже слушаю и тебя уже все американцы за столом слушают потому что ты можешь объясняешь чуть ли не как жить вообще я даже иногда американским словам учу которые они не знают и я тебе клянусь поэтому не стесняйтесь приезжайте ляпайте не думайте что вас осуждают тут в америке это не делаю вот у нас допустим если какое-то слово скажешь не так на русском я часто вижу комментарии где я там слова какие-то не так говорю нормально американцы они вообще культуру американскую насколько вот они не закомплексовывают нас они все-таки нас можно обращают я это обожаю мужчины нас раскрепощают общество раскрепощает ты становишься собой здесь не потому что перестаешь уже быть зажатым и стесняться я уже представляю комментарии комментируйте комментируйте и вообще хочу вам сказать про работу в америку сейчас в сша потому что у нас такая странная нестабильная ситуация в мире да здесь просто сейчас открытая площадка для нового чего-то для новых бизнесов для стартапов каких-то для новых каких-то перемен и введением америка сейчас меняется потому что наших сейчас здесь так много что мы теперь нашу культуру и переносим на американскую и я сейчас смотрю даже сфера бьюти сфера меняется американки теперь начинают уже лучше работать они даже уже называют салоны там типа очень модно сейчас стало называть рашен маникюр здесь на ли рапе европе и он маникюр да и они уже американки смотрю так пишут типа европе и он маникюр или рашен маникюр типа вот это красиво долго и действительно ну вы мы уже меняем здесь культуру поэтому не бойтесь сюда переезжать и начинать что-то новое открывать и вообще работать много здесь денег да тут очень много возможностей так что ребята надеюсь это видео помогло вам понять вообще какие у вас возможности в сша надеюсь оно было полезно если да обязательно ставьте лайки да я ставлю ссылку на юлин канал обязательно посмотрите наше последнее крайнее интервью за ждать последнее крайнее интервью и ссылочку на инстаграм и на юлин канал подписывайтесь на нас ставьте лайки не стесняйтесь задавать вопросы и и и и и